Здравствуйте, добро пожаловать на канал, с вами Юлия Лысенко. В этом видео сделаю краткий обзор рынка по недвижимости за 2020 год. Также поделюсь с вами своими предположениями, что же ожидать в следующем году. И дам вам рекомендации, как быть готовым, если вы планируете купить дом в 2021 году. Так что, если вам интересно, продолжайте смотреть. Если вы не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь. Будет больше видео с полезным контентом о недвижимости и ипотеках в США. Итак, что же произошло с рынком по недвижимости в штате Флорида в 2020 году? Во-первых, спрос на недвижимость увеличился, особенно в последнее время. Я вам расскажу дальше в видео, почему этот спрос так сильно увеличился в последнее время. Но, как вы понимаете, если спрос увеличивается, то это влияет на цены, тем самым цены на недвижимость тоже увеличиваются. В среднем цена на дом в штате Флорида в 2020 году увеличилась на 13%. Это достаточно большой скачок увеличения цен. Естественно, зависит от города, района. В каком-то городе больше даже увеличились цены, в каком-то меньше в каком-то. Они не увеличились совсем, но в среднем 13%. Думаю ли я, если цены увеличатся еще больше в 2021? Да, я так думаю. Поделитесь своим мнением, что вы насчет этого думаете. Ну, я вам даже скажу причины и обусловлю свое мнение насчет того, что цены увеличатся на следующий год еще больше. Во-первых, как я вам сказала, это рост населения. А в последнее время в штате Флорида рост населения очень большой. Всегда в штат Флорида переезжали люди с других штатов из-за теплой погоды. Но в последнее время у нас ситуация уникальная. И многие поняли, как пришли к выводу, что они могут работать с дома. А когда люди работают с дома в апартнете в каком-то дорогом штате, допустим, Калифорния или Нью-Йорк, где у них соседи сверху, снизу, маленький спейс. Супруга должна тоже с дома работать. Дети учатся с дома, потому что школа вся закрыта. Да, многие приходят к выводу, что можно переехать в штат Флорида, где цены на недвижимость еще относительно невысокие. Тем самым они могут на самом деле позволить купить дом вместо того, чтобы рентовать. Потому что в некоторых штатах цены на недвижимость просто заоблачные. Во Флорида они могут уже купить дом, где у них будет свой офис, своя комната для детей. Если дети хотят идти в школу, они могут пойти в школу, потому что школы открытые. У них будет задний двор. И в связи с этим это, конечно, многих мотивировало покупки недвижимости в штате Флорида. Помимо этого, в нашем штате нет штатного налога на доход, что, конечно, является потенциальным сбережением для семей, если они переезжают с тех штатов, где он ест. Допустим, в штате Калифорния это 13%. То есть 13% идет штату за налог на доход, тем самым они могут экономить 13% на своем доходе, если они переедут в штат Флорида. По крайней мере, это так сейчас. Это, конечно, очень много, многих привлекает в штат Флорида тоже. Какая еще причина, обуславливая тем, что цены выросли в штате Флорида и будут продолжать расти, это низкая процентная ставка. Естественно, это не относится только к штату Флорида, потому что она федеральная процентная ставка, в принципе, она по всем штатам. Но это, конечно, способствует увеличению цен. В данное время процентная ставка опустилась для заемщиков с хорошим кредитным рейтингом примерно от 2,5% до 3%, и это на 30 лет. В прошлом году процентная ставка была примерно 4,5%. Как видите, тоже это сильно способствует увеличению цен и желанию купить недвижимость. И третья причина, почему я считаю, что цены будут продолжать на недвижимость расти в штате Флорида, это низкая инвентаризация домов. Как было замечено, многие купили уже дома и продолжают покупать дома в штате Флорида, тем самым увеличивая спрос и уменьшая количество домов на рынке. Те домовладельцы, которые уже имеют дома в штате Флорида, они сильно не мотивированы их продавать, потому что куда им ехать? Особо никто не переезжает из штата Флорида. В основном переезжают в штат Флорида. И в следующем году не предвидится то, что количество домов на рынке увеличится. Естественно, если спрос высокий, а предложение низкое, это уже понятно, что тоже будет способствовать увеличению цен. Какие я могу дать вам рекомендации, если вы планируете купить дом в 2021 году? Во-первых, если вы идете искать дом, будьте готовыми поставить предложение. Что для этого нужно? Это чтобы у вас на руках уже было предварительное одобрение от банка. Так как чаще и чаще случается, что продавцы получают несколько предложений от покупателей. И они не будут ждать несколько дней, пока вы получите предварительное одобрение от банка. Но вы уже должны посылать предложение, offer, с предварительным одобрением от банка. Когда продавец выбирает самое лучшее предложение. Это не означает самое высокое, самое лучшее. На что он смотрит? Естественно, он смотрит на ту цену, которую вы предлагаете купить дом. Также он смотрит на сумму залога, которую вы предлагаете оставить в титульном агентстве. Также он смотрит, платите вы наличными или вы получаете ипотеку. Если вы получаете ипотеку, он смотрит на предварительное одобрение от банка. Если его нет, ваше предложение вообще не рассматривает. Когда оно есть, продавец рассматривает, откуда пришло предварительное одобрение от банка. Потому что или продавец, или агент продавец хочет убедиться, что то предварительное одобрение, которое вы получили, оно действительно. Потому что в данное время его получить очень легко. Если оно пришло с какой-то онлайн-платформы, оно не будет рассматриваться. Потому что продавцу, или агенту продавцу, он хочет позвонить, убедиться, что вы надежный заемщик. Там некому звонить. Даже если предварительное одобрение пришло от большого банка, пусть это будет Bank of America, Wells Fargo, Chase, неважно. Все равно агент продавца захочет позвонить, убедиться, что вы надежный заемщик. В эти банки очень тяжело дозвониться, и помимо этого они не имеют хорошую репутацию о закрытии. Потому что если какие-то проблемки, тяжело с кем-то их порешать, очень строгие правила и так далее. Поэтому, чтобы ваше предложение было крепким, вам нужно иметь уже устоявшиеся отношения с лендером, с тем лендером, который вам дал действительно предварительное одобрение от банка, который может ответить на звонок или даже сам позвонить агенту продавца и сказать, это очень крепкий заемщик, стабильный покупатель, все документы были собраны, деньги уже на счету, двухлетний трудовой стаж, проблем не будет закрыться. Если агент продавца будет знать, что окей, с этой ипотекой проблемы не будет, тогда ваше предложение уже будет рассматриваться очень серьезно. Поэтому вот в этом я бы вам очень сильно порекомендовала отнестись к этому серьезно и получить хорошее, правильное предварительное одобрение от банка, от вашего лендера. Другую рекомендацию, которую бы я дала на 2021 год, это не ждать того момента, когда вы планируете переехать в штат Флорида. Допустим, у вас лиз, то есть рент заканчивается какое-то определенное время, и вы хотите подгадать, чтобы переехать именно в тот месяц. Или у вас дети поступают в школу. Кстати, в штате Флорида школа начинается очень рано, в начале августа. Вы хотите подгадать, что вот в конце июля нужно переехать. Как я заметила, инвентаризация домов очень низкая, поэтому шанс, что вы приедете и найдете именно тот дом, ваши критерии, который вы хотите, не такой уж и высокий. Поэтому начните свой поиск дома раньше. Если вам что-то понравилось, ставьте предложение. Пусть оно будет даже за несколько месяцев заранее, но тем самым у вас уже будет спокойствие, что вас уже ждет дом в штате Флорида. Вы уже можете переехать, послать своих детей в школу, и все будет вовремя, без стресса. На этом я заканчиваю свои видео. Если у вас есть вопросы, пишите их в комментариях. Как всегда, я очень рада новым жителям в штате Флорида. Если вам нужна помощь с покупкой недвижимости с тампой или получением ипотеки, звоните, всегда буду рада от вас слышать. Теперь до скорых встреч, до свидания, Юлия Лысенко. Субтитры создавал DimaTorzok